Добрый день. Журнал National Geographic показал лучшие фотографии, снятые по всему миру в 2016 году. Эти красочные и эмоциональные кадры переносят нас в небывалые места и раскрывают перед нами целые истории. Представляю их вам. Тамарин на голове девочки из племени Мачигуенга, купающейся в реке Йомибата в национальном парке Ману, Перу. Йейе – 16-летняя гигантская панда в природном заповеднике Валун, Китай. Чтобы создать это композитное изображение день-ночь, фотограф Стивен Уилкс снял 1036 кадров в течение более 26 часов на склоне горы в национальном парке Йосимити. Отериновые рыбки объединяются в большие стаи, чтобы запутывать хищников. Детеныш белобрюхого панголина на спине своей матери в некоммерческой организации «Панголин Консервейшн» в Сент-Агостин, штат Флорида. Нервная система у обыкновенного осьминога гораздо сложнее, чем у большинства беспозвоночных. Может ли он думать? Обладает ли сознанием? Исследователи пока не знают ответов на эти вопросы. Черепахи всеми силами прячутся от палящего солнца. Они просто изжарятся в своих панцирях, если будут долго без укрытия. Гриф Рюппеля, скапающий с клюва кровью. Медведица-гризли со своими медвежатами стала причиной затора на дороге, открытой для частного автотранспорта, всего 5 дней каждое лето. Денали, Аляска. В национальном парке Гранд Титан медведь отгоняет хищных птиц от туши бизона. В городе Флинт, штат Мичиган, сестры Джулия и Индия с братом Антонио получили в пожарной станции суточную норму бутилированной воды. Термофилы ярко окрасили большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке. Эти микроорганизмы приспособились к существованию в горячей воде. Чтобы отследить изменения в морском льду, норвежское научно-исследовательское судно «Лэнс» дрейфовало с льдинами в течение пяти месяцев в 2015 году. Туша бизона, утонувшего в реке Йеллоустон, стала ужином для семейства волков. Коренные жители охотятся в лесах Ману в Перу исключительно для поддержания собственного существования. Паукообразные обезьяны – их любимые домашние животные. Храм Афины Пронайи в сумерках. Город Дельфы. Греция. Кирк Одан был признан виновным в изнасиловании в результате экспертизы Волоса, найденного на рубашке жертвы. Он провел 22 года в тюрьме, прежде чем анализ ДНК доказал его невиновность. Инженер Пабло Долеон проверяет прототип скафандра в космическом центре НАСА имени Кеннеди, где поддерживаются такие же условия, как на Марсе. Стервятники поедают зебру в Саренгетте. Исра Али Саалат переехала из Сомали в Швецию с матерью и двумя братьями. Три курдские женщины фотографируются с закрытыми лицами. Дайвер и тигровая акула на Багамах. Сцена не так опасна, как может показаться. Эта хищница при охоте полагается на фактор неожиданности, поэтому вряд ли нападет на аквалангиста, который на нее смотрит. Семья беженцев в разрушенном здании в иракском городе Рамади. Фотографии и картины с изображением таких достопримечательностей, как Большой каньон, вдохновили Конгресс на создание Йолстонского парка в 1872 году. Браконьеры убили этого черного носорога в парке Улухлуве Умфалози в Южной Африке. Количество этих животных на сегодняшний день не более 5000 особей. 67-летний Герт Гамнап обратился за медицинской помощью слишком поздно. Солнце и пыль Намибии за многие трудовые годы разрушили роговицы его глаз. Игорь Воронкин в шахте в Беренцбурге, архипелаг Шпицберген, Норвегия. Рейнджеры парка Верунга, Демократической Республики Конго, проходят военную подготовку из-за постоянной угрозы нападения со стороны вооруженных группировок. Стивен Донован, приехавший в национальный парк Глейшер, чтобы отточить свои навыки в фотографии. В поезде, приближающемся к станции Кашгар, ребенок рисует солнце на столике, покрытым песком, занесенном из пустыни. Яркая жизнь в Тайбее после заката солнца. Бекки Витт с мужем разводят овец недалеко от национального парка Йоллунстоун. Этим носорогам на ранче в Южной Африке недавно отпилили рога. В отличие от бивней слонов, рога у носорогов отрастают, если их правильно отрезать. Продавец из суетливого Сеула отдыхает после похода в национальном парке Пукхасан. Смотритель панд в Китае использует чучело леопарда, чтобы обучить молодых панд бояться своего злейшего врага в дикой природе. Американский крокодил Трехнедельные лосята с мамой совершают свою первую эмиграцию в Йоллстоуне. Обследование зрения у жителей региона Сундарбан в Индии. В этой стране проблемы со зрением у более 8 миллионов людей. Руфер Вселенский Кирилл позирует в Москве, а Дима Балашов его фотографирует. Баваненковское нефтегазоконденсатное месторождение на полуострове Ямал, Россия. Ночной пикник под абрикосовыми деревьями в Багаране, Армения. Работник молотком выбивает замороженного тунца на борту китайского грузового судна, пришвартовавшегося в Филиппинах. Американский круизный корабль в бухте Гаваны. Лео Титон стоит рядом со столбом, увешанным черепами бизонов, что символизирует духовную связь между племенем Шашоны и Зубрами в Форт Холл Айдаху. Любители позагорать в одежде и без нее на зеленых берегах ручья Швабенгербах в английском парке Мюнхена. Дети плавают в реке, где рухнул мост. Порт Салют, Гаити. Ураган Мэтью нанес городу серьезный ущерб, разрушив многие дома. Часть туши и панты лося транспортируется по старинке, на муле. Следопыт с ищейкой пытается отследить браконьеров, которые убили слона и отсекли ему голову, чтобы быстро уйти с бивнями. Рангутанк взбирается на 30-метровую высоту, соблазнившись плодом фикуса душителя. Молния освещает небо неподалеку от Вуд-Ривер, штат Небраска, и примерно 413 тысяч канадских журавлей, прилетающих на насест на отмель реки Плат. Черноперые акулы ждут прилив в лагуне Атолла Альдобра, Сейшелы. Ну вот и все фотографии, представленные журналом National Geographic на сегодня. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Продолжение следует...